Всем привет! Сегодня я расскажу вам о фиолетовом картофеле, отечественной бронекерамике и татарском геноме. Подробности далее в программе новости науки с Ролиной Киряевой. Итак, в мире. Молекулярные биологи и селекционеры из университета штата Колорадо вывели новый сорт картофеля, мякоть которого фиолетовая или красная. Новый сорт картошки богат полезными веществами и при этом практически лишен канцерогенов. Этот сорт богат витамином С, фолиевой кислотой, микроэлементами, калием, железом, цинком и различными феноловыми соединениями. По словам биологов, их картофель содержит в себе примерно столько же антиоксидантов, как голубика или гранат, которые сегодня считаются самыми богатыми источниками этих веществ в нашем рационе. А в России в Институте химии твердого тела и механохимии СОРАН разработали технологию получения оксида алюминия. Вещества, которые можно применять для производства керамических изделий, в том числе и для оборонной промышленности. Гидроксид алюминия помещают в специальную печь, нагревают и полученную массу перемалывают. После этого специалисты института добавляют в этот процесс нанозатравочные частицы из того же исходного вещества, что позволяет понизить необходимую температуру в два раза. В результате порошок получается мелким и мягким, перед использованием его можно не измельчать. Кроме того, процесс производства становится значительно дешевле. И напоследок в Татарстане. Геном россиян остается самым неизученным в мире. Врачи-онкологи из Татарстана взволнованы. Европейские стандарты диагностики и лечения рака могут не подходить для россиян. Специалисты Казанского федерального университета совместно с Японским исследовательским институтом РИКЕН будут заниматься изучением генетики, в том числе и жителей Татарстана, что позволит выявлять геномы рака на ранней стадии. Дело в том, что все больше свидетельствует, что у жителей республики и других регионов существует целый аспект генетических особенностей, делающих западные стандарты диагностики неэффективными. А на этом все.